привет дорогие зрители канала криптокомманс а я рад вас видеть в очередном выпуске news блока крипто с нами новый месяц новая неделя и новый день а так как это понедельник а он обычно тяжелый без лишних слов переходим сразу к делу и так сегодня в выпуске вся суть и необоснованность претензий секс под эфиру и тиф гонка скупщиков биткоина теперь и тезер прокачивает свой биткоин портфель не дружественный огонь действия севтиси угрожают сек и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка вместе с айвон он так оставайтесь нами и так опасения сек по поводу спут эфира и тиф не обоснованы утверждает компания consensus консенсис ответила на запрос комиссии по ценным бумагам и биржам сша о потенциальных рисках мошенничества и манипуляций связанных с системой эфириум доказательства доли или proof of stake а конкретно в отношении торгуемых на бирже фондов spot эфира или и тиф напомню что консенсис является компания разработчиком стоящий за известным кошельком мета маск в своем блоге консенсис пояснила фактически реализации proof of stake в эфире соответствует и даже превосходит безопасность протокола proof of work биткоина лежащего в основе spot bitcoin и те в уже одобренных сек для торговли последний срок сек для одобрения или отклонения следующего раунда заявок на спортовые эфиры тиф наступит 23 мая начиная с инвестиционного инструмента инициированного компания иванок на самом деле в этой новости немного все смешали основная так сказать озабоченность сек заключается в опасениях и рисках мошенничества и манипуляций здесь важно понимать что преступным способом подменить или изменить блокчейн не в proof of stake не в портфорке у участников рынка не получится точнее сказать скорее не получится так как требует огромных ресурсов поэтому основная суть претензий сек выглядит как возможность манипуляций и здесь все зависит напрямую от капитализации рынка конечно в теории разработчики эфира могут взять и умышленно накосячить тем самым обрушив капитализацию но если дорогой зритель тебе самому лень разбираться в том как устроено сообщество ответственное за разработку и каким образом проходит отбор и утверждение изменений в сети то просто поверь мне на слово долго муторно и очень тщательно так что даже теоретическую возможность такого сценария я бы в голове не держал что же касается бесконечного холивара относительно того что более безопасно в proof of work и proof of stake я предлагаю на это сейчас времени тратить и там и там возможная атака в 50 плюс процентов требует колоссальных ресурсов если говорить крайне простым языком то рисковать накопленной капитализации в proof of stake в 50 процентов для осуществления хардфорка и естественно обрушение капитализации никто в здравом уме не будет до остается множество нюансов но их оставим вне нашего выпуска и если тебе интересно можешь написать об этом в комментариях мы их прочитаем и ответим в сухом остатке единственная причина почему сек может взять и не одобрить спот эфир и тф это бюрократия зацепка для которой станет неопределенность в статусе продукта ведь как ты помнишь дорогой зритель сек считает эфир ценной бумагой а большая часть сообщества включая один крупный регулятор сша да речь просить и считает его товаром и вот это нерешенность в теории может заставить сек повременить с решением но судя по тому что происходит на рынке я больше чем уверен сиэф тиси не будет сидеть на месте и просто ждать когда это возможно тикающая бомба рванет в самый неподходящий момент мы об этом говорили в предыдущих выпусках и это идущая красные линии новость найдет отражение и в сегодняшнем выпуске чуть позднее мы к этому вернемся движемся дальше имитент стейблкоинов тезер усилил свой биткоин портфель докупив еще на 627 миллионов долларов тезер включил биткоинов свою инвестиционную стратегию в 2023 году для роста капитализации на потенциальном росте цифрового актива в последнем действии тезер купил еще 8889 биткоинов эта покупка оценивается примерно в 627 миллионов долларов в результате чего ее суммарные активы в биткоине достигли 75 тысяч трехсот пятидесяти четырех биткоинов таким образом только в биткоине резерва компании эквивалентной 5 26 сотом миллиардом долларов но в чем суть а вот в чем понятно что тезер компания про крипто но все-таки она в большей степени просто его коины при этом понимая все возможные риски и возможные последствия снижения цены биткоина для компании она его покупает но главное когда прямо сейчас когда рост вовсю уже начался и вероятность коррекции растет с каждым днем при этом чем в большей степени капитализация тезера связывается с биткоином тем в большей степени она зависит от этих рисков но несмотря на это она продолжает скупать биткоин на основании этого можно сделать следующий вывод тезер не сомневается в том что рост биткоина продолжится единственное что лично меня смущает в этой истории это то что она добавляет очередной кирпич фундамент несокрушимой уверенности в дальнейший рост я сразу вспоминаю как в прошлом четырехлетнем цикле все были абсолютно уверены в том что мы достигнем стока но в таких ситуациях всегда возникает проблема рынок очень редко идет туда куда абсолютно все уверены что он пойдет именно так и началась последняя и реально жесткая крипто зима так что с одной стороны это говорит о широкой дороге и попутном ветре но дорогой зритель не забывай что в крипто мире смена погоды зачастую происходит вне прогнозов главное не забывай брать с собой зонт чтобы тебя не смыло и подписаться на канал крипто комманс чтобы не пропустить важное дело cftc против кукоин угрожает авторитету сек считает комиссар каролайн фам крипто биржа кукоин недавно попала в горячую воду оказавшись запутавшиеся в нормативной сети созданные министерством юстиции сша и cftc в жалобе поданный во вторник токены с кредитным плечом кукоин классифицируются как и деривативы цифровых товаров комиссар cftc каролайн фам заявила что интерпретация cftc может выходить за рамки ее юрисдикции ссылаясь на отсутствие ясности в деле это интерпретация не позволяет провести различия между инвестициями фонд которые обычно представляют собой ценные бумаги находящиеся под юрисдикции комиссии по ценам бумагам и держим и торговой деятельности фонда которая как утверждается находится под юрисдикции cftc написала фам важно отметить что хотя сек и преследует другие криптовалютные биржи такие как финансы coinbase она еще не подала в суд на кукоин по крайней мере публично но что здесь самое главное а то что темы неизбежного конфликта двух регуляторов начинает прорастать комментариями не просто кого-то со стороны а их собственными комиссарами и на наш взгляд дорогой зритель для крипто рынка эта тема гораздо более серьезная чем даже одобрение биткоин spot etf нет я ни в коем случае не умоляю важности этого события но потенциально классификации крипто активов в виде товаров шаг за шагом инициируют начало процесса вносящего ясность вопрос о том что все-таки представляют из себя крипто активы важный комментарий конечно же очень важен контекст и я никоим образом не пытаюсь сказать что все крипто активы либо товары либо ценные бумаги все зависит от того как кем и для каких целей они создаются но ведь основная суть в другом на данный вопрос давно пытаются найти ответ а регулятор чей непосредственной задачей является отвечает на такой вопрос годами сохраняет молчание если все-таки в конечном итоге в этом процессе будет поставлена . то для дальнейшего активного и бурного развития крипто компании естественно огромных инвестиций в их развитие будут открыто двери завершает наш сегодняшний выпуск анализ рынка от айвана лилджи квиста более известного как ведущего канала айвана так айван тебе слово возможно вы задаетесь вопросом айван а что это вообще черт возьми а это ребята халвинговые часы и они тикают каждую секунду и как вы сами видите у нас осталось 18 у нас осталось 18 дней перед тем как случится халвинг и как только он происходит цена биткоина отправляется от платформы после каждого конкретного bitcoin халвинга цена биткоина взрывается и никогда не возвращается обратно никогда 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 и это очень важно многие люди сейчас немного боятся дома и следует ли мне покупать или продавать может пришло время забрать прибыли то если биткоин упадет что если биткоин не пойдет так высоко как я хочу чтобы он пошел но на самом деле вам нужно укрупнить картинку и посмотреть важность халвинга и что происходит с точки зрения истории и исторических циклов и как вы сами видите когда произошел первый халвинг в истории в тринадцатом году у нас образовались безумные в девять тысяч процентов прибыли в течение следующего года даже в течение восьми месяцев аналогично произошло и во время второго халвинга вот здесь 2016 и за следующий год мы бум и получили очень милые 4000 процентов а затем в третий халвинг в 2020 опять халвинг и опять бум 700 процентов всего лишь за несколько месяцев это как бы описывает ту силу о которой мы говорим но здесь мы ребята с вами говорим о тренде буквально каждый халвинг приносит в историческом моменте вот такой pump при этом мы никогда не возвращаемся обратно но с учетом того что биткоин становится более крупным активом каждый следующий халвинг также обеспечивает прибыли но по сравнению с предыдущими халвингами они меньше так что конечно сегодня мы возможно будем ожидать 200 процентов что совершенно не выглядит безумным при этом многие люди это понять никак не могут ведь 200 процентов прибыли это по сути означает 3x от текущей стоимости а bitcoin в 3x от текущей цены примерно дает 200000 конечно это будет фантастически но кстати это и является нашей общей целью и если мы посмотрим на то где может быть bitcoin в течение года или даже в течение восьми месяцев то 200к выглядит очень логичной целью как вы сами видите это соответствует уменьшающимся прибылим это соответствует циклу и наиболее важно то что когда происходит халвинг цена никогда 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 не возвращается ниже этого если посмотреть на месячном масштабе что же конечно некоторые сейчас заорут и завяжет а у нас будет халвинг мы никогда не вернемся вниз нет на самом деле он может пуститься чуть ниже у нас были фитилии недели в течение месяца но если укрупнить картинку и подождать несколько месяцев мы видим что картинка выглядит так что он никогда не опускается ниже все эти различные фитилии которые могут пройти после халвинга как будто их и не было что же айван звучит потрясающе не смотрите на фитилии всякие мелочи но в целом ведь ты прав заморачиваясь в деталях мы упускаем крупную картину а крупная картина говорит нам о том что bitcoin продолжает расти при этом даже в крупной картине важно не упускать деталей очень важных деталей ведь не только четырехлетние циклы бывают и не только в классической правосторонней форме более того еще бывают и супер циклы поэтому все что мы сейчас говорим естественно не дает никакие гарантии того что bitcoin как продолжал так и продолжит свой путь вверх более того дорогой зритель мы последовательно тебе напоминаем что крипто рынок является высоко рисковым а это значит что произойти может абсолютно все что угодно и самое главное это все что угодно может быть совершенно не то что ты ожидаешь в общем не забывай что это не финансовый совет но чтобы не потеряться и не кошмарится в этом крипто мире не забывай смотреть наш контент а для этого подпишись на канал и нажми на колокольчик и конечно же если тебе нравится то что мы делаем от благодари нас нажав на лайк под видео на этом у меня все желаю тебе удачи отличного вечера и до встречи в следующем выпуске